Скорость распространения коронавируса в Свердловской области постепенно начинает снижаться, но количество заражений по-прежнему остается высоким, сообщает оперативный штаб. Ежедневно медики выявляют COVID-19 более чем у 700 жителей региона. Посмотрим на данные за последние 7 дней. В прошлую среду было зарегистрировано 739 новых случаев заражения, но главный антирекорд пришелся на минувшую субботу – 749 заразившихся. Это максимум за все время пандемии. Сейчас показатель постепенно снижается. Сегодня, по данным оперативного штаба, заболели 732 уральца. 33 человека скончались. В Первоуральске уровень заболеваемости после стремительного роста также постепенно пошел на спад. 51 случай в четверг, 71 в субботу, а вот сегодня уже 37. Нам нужно сейчас всячески закрепить наметившуюся положительную тенденцию, закрепить отношение масок к соблюдениям дистанции, внимательным отношениям к своему здоровью, вакцинации. В первую очередь вакцинации. Минимизировать массовые какие-то публичные мероприятия. Вот это позволит действительно тенденцию сделать и более серьезной, и долговременной. В Свердловской области внесены изменения, касающиеся послабления правил по QR-кодам. Те, кто только поставил первый компонент вакцины от коронавируса, смогут проходить в зоны, свободные от COVID-19 до 15 января. Ранее предполагалось, что такие правила будут действовать только до 1 декабря. Подросткам будет разрешено посещать торговые центры без сопровождения вакцинированных взрослых, но только при наличии студенческого билета. Для тех, кто собирается ревакцинироваться от коронавируса, в Свердловскую область поступила новая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» 49200 доз. Записаться на прививку можно по телефону, колл-центр больницы или на сайте госуслуги. Продолжение следует...